Программа представляет эталонно чистый корм для домашних животных Катагава. Катя, ну ты слишком крупно режешь. Кто же так огурцы в салат режет? Нужно треугольниками. Ну какими треугольниками? Нужно кубиками. А кубиками разве не колбасу? Девочки, так не пойдет. Мы с вами так точно к празднику не подготовимся. Давайте так. Настя и Арина отвечают за подарки, а мы с Лизой готовим стол. Отличная идея. Мы так точно все успеем. Здравствуйте. Меня зовут Елизавета Гетман. Я Арина Репокос. Я Анастасия Драганова. Я Екатерина Холодная. И сегодня мы вам все вместе расскажем истории интересных животных. Дракон под елкой. Станет ли в доме больше счастья, если встретить праздник живым символом предстоящего года? Или все-таки стоит ограничиться статуэткой? Расскажем о плюсах и минусах наличия в доме рептилии. Пять прекрасных щенков благодаря ветеринарным врачам нашли новой любящей семьи в преддверии праздников. Что особенного в этой истории и почему малышам вообще понадобилась помощь? Кот – гроза всех ящиков и вас. Расскажем истории про ваших питомцев в новой рубрике. Катя, ты же знаешь, что в оливье не нужны свежие огурцы? Да я его вообще в крабовый салат резала. Я же говорю, с таким количеством хозяев на кухне мы даже каши не сварим. Какая каша к новогоднему столу? Но я же так, образно. Надевай фартук, нам нужно еще яйца сварить. Нет-нет, стой, я сама достану. У меня там сверчки, не хочу тебя пугать. Что? Ну я хотела ящерицу завести, а потом узнала, как за ней сложно ухаживать и передумала. А сверчков не знаю, куда девать. Живой символ Нового Года. Настоящий дракон живет дома у Элины Флетчер. Точнее, их два. Хусейн, которого хозяйка коротко и нежно называет Хуся, ему два года. И девочка Астрид, ей всего четыре месяца. Мальчика зовут Хуся, девочку зовут Астрид. Это пустынные ящерицы, ночные. Мальчика Хуся я завела в сентябре. А вот Астрид, девочку, мы взяли на днях 4 декабря. Вообще говорят, если завести одну рептилию, то захочется очень-очень многое. И вот меня уже... То есть я захотела уже. Хуся был первым питомцем Элины. Девочка очень хотела завести Эублефара и решила, что если сделает все домашние задания за лето и возьмет побольше домашних обязанностей, то мама обязательно разрешит взять ящерицу. Элина хотела подойти к делу ответственно. Поэтому помимо списка литературы на каникулы, еще ежедневно уделяла время изучению информации об Эублефарах. Мама девочки такое стремление оценила. Эля очень просила, Эля очень старалась. Она все лето изучала, как за ними ухаживать, как они живут. Ну, в общем, она убедила меня в том, что она профессионал в этом деле. И съездили, купили, приурочили к ее дню рождения. Ухаживать за такой ящерицей нужно с особым вниманием. Им необходима определенная температура в террариуме, фиксированный уровень влажности и четкое разделение холодной и теплой зоны в их домике. Во-первых, нужно термоковрик, чтобы они могли переваривать пищу. Влажная камера, они там линяют, тоже переваривают, лежат, спят. Укрытие, они там просто отдыхают. Цветок и поилка. Вообще, надо две поилки, ну, миски, отдельно для кальция, чтобы он мог подходить, поесть. Но мне заводчица сказала, лучше не надо, потому что он все равно не подходит и не ест. Вообще, им влажность нужна от 50 до 60%. У них должно быть две стороны. Одна теплая сторона, другая прохладная. На одной стороне должно быть 30-32 градуса, на второй 26-28. Элина, как владелица сразу двух ящериц, отметила, что несмотря на то, что ее питомцы одного вида, у них совершенно разные характеры. Вот маленькая, она всегда пищит, просится, чтобы ее взяли на руки. Он всегда спит, и я его не часто беру, как ее. Эоблифары очень похожи на маленьких драконов. Однако, это весьма специфический питомец, к появлению которого в доме обязательно нужно готовиться. Например, изучить, с чем нужно кормить ящерицу, оценить, насколько вы готовы раз в неделю покупать кузнечиков, хранить их в холодильнике. Правильный и ответственный подход к делу гарантирует, что ваш мини-дракон будет здоров и доволен, а значит, обязательно принесет с собой счастье в ваш дом. Программа представляет эталонно чистый корм для домашних животных Катагава. Это праздничный ужин для собаки? Нет, это подарок для моего питомца. Любимцы не должны оставаться без внимания в новогоднюю ночь. Натуральный корм Катагава – лучший подарок для собаки. Нужно все красиво расставить и подписать, чтобы ничего не перепутать. Отлично, у меня тут как раз где-то блокнот был, сейчас все записки напишем. Зачем тебе с собой блокнот? Ну, у меня там список желаний, которые я буду загадывать под бой курантов. И большой список. На самом деле не очень, но самое главное одно. Какое? Чтобы в новом году все бездомные животные нашли себе дом. Эти очаровательные малыши перед Новым годом оказались на улице. Их хозяйка, видимо, решила, что щенки ей не нужны. И подбросила переноску с питомцами к дверям ветеринарной клиники. Камерами было зафиксировано, что пришла девушка, спустилась вниз на цокольный этаж, оставила переноску. Пока мы не знали, с кем животные, просто оставили переноску прямо перед дверью. И девушка спешно вышла из клиники и ушла, уехала. Как только это мы увидели, зашли в переноску, занесли в ветеринарную клинику, посмотрели и увидели там 5-3 щенков ориентировочно 2-3 месячного возраста по зубкам. Щенки были активны, ухожены и с нормальным аппетитом. Именно поэтому специалисты решили, что их подбросила в клинику бывшая хозяйка, а не человек, который нашел малышей на улице и не знал, куда еще определить потеряшек. В основном брошенные котята или брошенные щенки, они вяленькие, очень худые, у них неукоженная жесткая шерсть, грязная. Данные щенки были такие в меру упитанные, у них была очень гладкая и чистая шерстка, и в целом они выглядели домашними, то есть не животные, которые находились на улице какое-то долгое время. Ветеринарные клиники часто подбрасывают котят или щенят. Это распространенная практика не только для нашего города. Но специалисты напоминают, что лечебница – это не приют. Ветеринарная клиника вообще не является приютом, потому что к нам очень часто приносят животных, которые заболевают вирусными инфекционными заболеваниями. Это предоставляет угрозу как для щенков, так и для самих владельцев, которые принесли животное на лечение, потому что сами щенки или брошенные котята, они также могут являться носителями вирусных заболеваний. Однако в клинике отметили, что они всегда помогают найти новый дом питомцам, дают контакты приютов, ищут передержку, распространяют листовку с объявлениями. Неравнодушные люди, они все-таки подходят к ресепшену, говорят свою проблему о том, что вот мы нашли брошенное животное, пожалуйста, помогите нам. И мы предлагаем варианты, которые устроят как и человек, который нашел данное животное, так и само животное, потому что так оно не будет на холоде оставаться какое-то количество времени. Вот, также есть варианты с приютами. Ветеринары не устают напоминать всем хозяевам животных, кошек, собак, что процедура стерилизация обязательная для домашних питомцев, если вы не намерены заниматься их разведением. Это не только в перспективе избавит вас от головной боли с поисками дома детям вашего любимца, но и положительно скажется на здоровье хвостатого. Стерилизация плановая показана всем собакам, которые не участвуют в племенном разведении. Сейчас все щеночки уже нашли новых хозяев. Новый год малыши будут встречать в любящих семьях. Подошли безучастные люди, которые просто пришли на прием с пациентом своим, с животным, и обратили внимание на щенков, которые у нас сейчас содержатся в клеточке, в просторной, где они могут бегать. Облюбились и забрали. Так, крабовый салат готов, оливье тоже, горячее в духовке. Бутерброды с икрой и еще пару салатов принесут в гости, поэтому нам осталось только убраться и накрыть на стол. И будто мы о чем-то важном забыли. Ну, с сервировкой стола предлагаю подождать, а то у меня кошка все перевернет. Она дама своенравная. Точно, нам же нужно еще рассказать истории о питомцах наших зрителей. Кот, который громко пьет, питомец, что получил имя в честь Поведителя Ледьмы, и самый стильный сфинкс. Здравствуйте, меня зовут Александра Большакова, и сегодня мы будем рассказывать истории про животных, которыми вы делились с нами в нашем Телеграм-боте. Мы решили, что ваши питомцы заслуживают отдельной рубрики в нашей программе. Начнем с очаровательной собаки Молли. Она, как и рассказывает ее плодельца, очень любит, когда ее хозяева сидят за компьютером. Ведь в это время можно беспрепятственно занять все пространство, на кровати и сладко спать на человечьей подушке. Невинному взгляду этой красавице нельзя верить, ведь если Молли заняла территорию, то выгнать ее уже не удастся. А это сфинксы Сэмми и Лилит. Их владельцы о своих питомцах рассказывают так. Жизнь с ними похожа на сериал, в котором сочетаются все жанры. Утром и вечером устраивают гонку, словно они превращаются в спорткары. А в течение дня спят, закутавшись в одеяло и громко храпят. Это пара сфинксов любители поесть, позагорать. И иногда, если совершить ошибку и не пустить их с собой в ванну, взять штурмом в дверь, в целом этой породе кошек можно многое простить. Хотя бы за то, как круто они выглядят в этих своих костюмчиках. Этого пушистика зовут Каспер. Он вполне себе дружелюбное привидение. Ему уже пять лет. Он ласковый, веселый и в меру игривый. Но есть один маленький минус. По словам хозяйки питомца, Каспер очень громко пьет. Если кот решил утолить жажду, то это точно услышат все домочадцы. Каспер. Каспер, зачем ты пьешь, как конь, Каспер? Следующего нашего героя зовут Константин. Такое имя он получил в честь персонажа Киану Ривза. В одноименном фильме, правда же, похож? Кот славится своим сверливым характером. Например, рассказывает хозяйка. Любит открывать шкафы, чтобы все из них выбросить, а также демонстрирует свое недовольствие переворачиванием любых предметов в доме, до которых может дотянуться своими лапами. Константин отличный охотник, этого не отнять. Выловил в загородном доме всех мышей. Правда, за компанию еще и птиц, ящериц и даже пару соседских перепелок. Мы хотим увидеть еще больше ваших питомцев. Отправляйте историю своей кошки, собаки или любого другого животного в бот телеграм-канал Амедиа с пометкой «Усы, лапы, хвост». Обязательно прикладывайте фото и видео, и мы расскажем о вашем питомце в следующем выпуске. Девочки, вам помощь не нужна? Мы с подарками уже закончили. Что-то вы долго, мы уже успели праздничный стол накрыть. Зато мы все подарки подписали и придумали, что загадывать будем. Надо еще успеть собраться, переодеться, прическу сделать, легкий макияж. На этом мы с вами прощаемся. Всех с Новым годом! И напоминаем, мы в ответе за тех, кого приручили.